Отца и Сына и Святаго Духа Святаго Отца нашего Иоанна Златоуста Стагирию, Подвижнику Увещание первое, продолжение Когда он рассказал об этом, то навел на нас такую же мглу, в какую демон поверг тебя, возлюбленный Но когда я спустя долгое время пришел к себе, то все неприятные в этом мире перестало казаться мне неприятным И все приятное приятным Издавна, познав всю суету житейскую, я почувствовал ее тогда еще более И любовь моя к твоему благочестию сделала сильнее Таково свойство несчастья Они обыкновенно усиливают дружбу Это видно из того, что они легко могут прекращать и вражду И ни человека, столь жестокого и бесчувственного Который, видя врага своего в несчастье, мог бы еще питать к нему ненависть Если же мы жалеем даже врагов и поступаем с ними, как с друзьями Когда видим их претерпевающими какое-либо несчастье То подумай, что должен был чувствовать я, видя в тяжких муках уныние того Кто для меня любезнее всех и кем я дорожу, как своей головой Не думай же, будто мы чужды твоей скорби И поэтому не принимай моего утешения с подозрением Хотя я, по милости Божией, свободен от мучений и нападений лукавого демона Но не менее твоего чувствую уныние и скорбь об этих мучениях В чем поверит мне всякий, кто умеет любить так, как должен любить Стряхнем же с себя эту пыль, тогда сносно и легко будет это уныние по свойству своему Если только мы не захотим беспечно предоставить этому чувству увлекать нас пропасть Но постараемся воспрянуть духом и размыслить, что надо б наделать Многие из кажущихся несчастья представляются великими и невыносимыми Пока не будут хорошо рассмотрены А кто рассмотрит их разумно, тот найдет, что они гораздо легче, чем они думали Это, надеясь, случится и теперь Итак, ободрись, не следуй пустому неразумному мнению толпы и не делай врага более сильным против нас Если бы я говорил с кем-нибудь из неверных или думающих, будто все происходит случайно Или приписываем ищих промышлениям мире лукавым демонам То мне предстояло бы много труда, чтобы сначала опровергнуть ложное мнение И внушить убеждение в истинном промысле о вселенной А потом обратиться к утешению Но так как ты по благодати Божией с детства знаешь священное писание Приняв от предков истины и спасительные догматы Несомненно веруешь, что Бог промышляет обо всем и особенно о верующих Него То оставив эту часть речи, начнем с другого Когда Бог сотворил ангелов Или лучше поведем речь с высшего прежде, нежели получили бы те ангелы и прочие силы небесные Существовал Бог, не умеющий начало бытия своего Как существо, никогда не имеющее ни в чем нужды, ибо таково божество Он сотворил ангелов, архангелов и прочие бестелесные существа Сотворил единственно по благости своей, а не по чему-либо иному Если бы он не был высочайший благ, то и не сотворил бы тех, в чьем служении не нуждался По сотворении их он творит опять по той же самой причине человека и весь этот мир Одарив человека бесчисленными благами, он поставил это малое и немощное существо владыку и над таким множеством творений Сделав его на земле тем же, что сам он на небесах Ибо слова «Сотворим человека по образу нашему и по подобию» Бытие 1.26 означает не что иное, как то, что и человеку дана власть над земным Сотворив его и поставив в такой чести, Бог назначил ему, как царю царское, прекраснейшее на всей земле место пребывания рай Кроме того, желая другим способом показать ему, насколько он выше прочих тварей Бог приводит к нему всех животных и повелевает дать всем им имена Но ни одного из них не дает ему в помощники, представляя и причину Не нашлось помощника, говорит, подобного ему Бытие 20.20 Показав этим человеку, что он занимает середину между двумя естествами Небесным и земным Что он выше всего земного, что из множества этих творений ни одно не равно ему Бог творит потом жену И этим удоставит его новой чести И ясно показывает, что жена создана для него, как и Павел говорит И не муж создан для жены, но жена для мужа 1 Коринфянам 11.9 И не этим только Бог отличил человека, но и тем, что ему одному из всех творений сообщил дар слова Удостоил его познания себе, позволил наслаждаться собеседованием с собою Сколько это было для него возможно Обещал дать ему бессмертия, исполнил его великой мудростью И даровал ему духовную благодать Так что он изрекал некоторые пророчества Всем этим Бог одарил человека тогда, когда с его стороны еще не сделано было никакого доброго дела Так же поступил человек после столь многих и великих благодеяний Он более поверил врагу, нежели даровавшему все это И презрев заповедь Творца, предпочел обольщение того, кто старался совершенно погубить его и лишить всех благ Предпочел, несмотря на то, что дьявол не оказал ему никакого, ни великого, ни малого благодеяния А только сказал ему несколько слов Но погубил ли Бог человека за то, что он оказал такую неблагодарность в самом начале И так сказать, на первом шагу своем Восправедливость следовало бы погубить и истогнутые среды живых того То, получив бесчисленное благо, в самом начале жизни заплатил за эти блага слушанием и неблагодарностью Но Бог продолжал благодетельствовать ему не меньше, чем прежде Показывая, что хотя бы мы тысячу раз согрешили и отступили от него Он никогда не перестанет устроять наше спасение И что если мы обратимся, то спасемся Если же будем упорствовать возле, то, по крайней мере, ясно будет, что Бог делает все от него зависящее Так и изгнание из рая и удаление от древа жизни, осуждение на смерть кажется делом наказующего и отомщающего Но на самом деле есть не меньше прежнего дела промышляющего о человеке Хотя эти слова и предоставляются странными, однако они истины События, конечно, противоположны одни другим, но цели тех и других одинаковы и согласны То есть изгнание из рая, поселение в виду его, запрещение вкушать от древа жизни Удаление от этого древа, осуждение на смерть, временное отдаление этого осуждения Все это так же, как и прежние благодеяния, сделано для спасения чести человека О прежнем я не буду говорить ничего, потому что это очевидно для всякого Но о последнем надо бы сказать Продолжение следует Продолжение следует